А вы как набрели на дневник Келиланда? Потому что я-то от вас подхватила. Да, вы от меня? Кто-то сослался. Я уже не могу восстановить это. Кто-то сослался, я посмотрела. Я же все время прочесываю интернет в поисках хорошо пишущих людей. Это очень трудно найти. Я нашла пару. Но это совсем другое. А здесь, я считаю, что он еще только начинает. Вот не заканчивает, а только еще начинает делать какие-то вещи. И там следующий есть уровень самоосознания того, что ты делаешь. Тут уже шутка в сторону. Давай пиши книгу. Тем больше сам биография совершенно как авантюрный роман. А да это может и мешать. Потому что настолько авантюрная биография, что это может мешать делать образ. Книгу-то надо писать не автобиографическую, а образ делать. Если у тебя очень богатая жизнь, то как объединить ее и сузить до некого образа в книге? Целая проблема. Значит, мы преодолим это все. Это все делается. Главное, народная поддержка уже есть. Звезда будет. Будет звезда. Вы сидите, примиряйтесь. Вот писал бы книгу, я сижу и смотрю, в кино бы снять. Ну что ж. Руку, товарищ. Мы сделаем звезду? Да. Добрый вечер. В эфире программа «Школа злословия». И как всегда, как уже 10 лет подряд с вами Авдотья Смидова. Татьяна Толстая. А в гостях у нас сегодня историк Джон Шемякин. Историк и еще мой любимый интернет-писатель. Дневник в Джоже Гелли Лэнд. Спасибо. Я вас читаю уже больше года. И надо сказать, что вот тот персонаж, который почему-то в последнее время исчез, и я пережить этого не могу, вот этот вот самоупоенный величественный идиот, я его обожаю просто. Просто вот читать про то, как он общается со своими домашними, как он ездит в командировку, это абсолютное наслаждение. Это уникальный совершенно образ, очень величественный, страшно разнообразный. Куда он делся? Почему вы прекратили? Разбежались. Кто? Думочаться. Думочаться разбежались. Многие думочаться разбежались. Почему-то все думают, что я вот сижу, опустив ноги в холодный тазик, ну вот, на смиренной линолеумной кухонке, я, значит, выдумываю себе какой-то там страшный образ дикого барина заволского, ну вот, помешивая левой рукой манную кашу. Вот, вот, практически как вот оно есть, вот так оно и есть. За исключение, возможно, сцен. То есть, действительно, домашние прячутся по углам в комнате и тайно, значит, жуют по ночам? Тайно жуют по ночам, по подвалам, да. Ситуация здесь очень простая. Просто в свое время я довел массу своего тела, да, там, 127 килограмм. Врачи спорят. Вот, и, значит, мои домочадцы, пользуясь моей полной безнаказанностью, ну, в таком вот состоянии, они на радостях довели себя до состояния, когда уже надо, пора бы даже уже вывозить сельскохозяйственные выставки. Уже все, уже гастроль закончена. И тут я внезапно принял судьбоносное решение худеть. Лица моих домочадцев, не всякого сомнения, осунулись. А так как я полумер не признаю, то если сказано, вода, вот, со трубями, то будьте любезны. И поэтому, конечно, я застаю время от времени в подвалах, у холодильников. Представляете, такой образ девочки-гиены, вот, с двумя висящими кусками ветчины. Вот. Этот образ для меня чрезвычайно близок. Вот. Тем более, что у меня и племянницы гостевали, делились секретами, куда именно прятать, так, чтобы я не особо заметил. Вот. Люди почему-то думают, что они мне очень интересны в этом плане, но стараются соответствовать. Нет, нет, вот вы словами создаете опять вот тот же, вот этот вот прекрасный образ совершенно с волшебной жизнью. А почему вы в ЖЖ перестали его описывать? А вы знаете, ну, я там в этом, чтобы позволить мне сказать, ЖЖ, я нахожусь уже, страшно сказать, 5 или 7 лет. Да. 7 лет эксплуатации образа дикого барина. Кстати, ведь люди ни черта как-то не по-особому читают. Вот для меня у Салтыкова Щедринь дикий барин. Все представляют дикого барина, как очередного самодура, который там сидел-сидел, одичал, стал ел, стал есть зайцев там и так далее. Что сделал дикий барин? Он отпустил всех своих крестьян на волю. Он сказал, крестьяне, улетайте все. И крестьяне улетели. И это дикому барину, Салтыков Щедрин, не прощает. Да. То есть помещик должен был не только освободить, виниться, заботиться и так далее, и так далее, и так далее. Появилось огромное количество, как вам сказать, страшное, вот в моих устах это будет звучать очень провинциально и глупо, подорожать ли, не подорожать ли. Какая-то шушера, в хорошем смысле этого слова. Да нет. Вот. И они стали вот так же... Это невозможно так же сделать. Вот. Ну вот... Это невозможно так же сделать. У вас совершенно особый синтаксис, лексика, музыка. Нет-нет, то есть подорожать ли там даже в комментах, там даже в комментах, там многие люди хотят ответить в той же сцене. У меня сейчас вырастет корона, это очень хорошо, она мне подойдет. Вот. А кроме того, ко мне потянулись разного... И вот я говорю совершенно серьезно. Когда я создавал свой так называемый ЖЖ. Что такое ЖЖ? В 18 веке, во второй половине 18 века, самая модная игрушка в Европе у мужчин и у женщин были пиноко. Это маленькие марионетки на руках, вот на пальцах. И они этими пиноко разговаривали. Был специальный язык. Они обменивались своими амурными, ну какими-то, вряд ли финансовыми, да, там, соображениями, договаривались о чем-то, ссорились, ругались и так далее, и так далее, и так далее. И вдобавок ко всему, чтобы мы поняли, что такое, вот, я хотел сказать про 18 век, половина русских помещиков, приезжая в свои деревни, носили специальные стекла на глаза. Но я понимаю, что мама Тургенева, она, как мы помним, в стеклянном куполе, ездила, значит, чтобы духа начни чувствовать, и так далее. А специально из Франции привозили очки. Специальным образом они были такие затуманенные в любом духе. Хотите вату. Хотите вот все, что угодно. Хотите в буше. Хотите это все. И вот вы надеваете эти волшебные очки, и смотрите вот на свои владения, населенные своими рабами. И все же мгновенно преображается. Мне мои те очки, в которых я проходил, слава тебе, Господи, отслужил в 5 лет, они мне слегка стали поднаедоедать немножечко, честно говоря. Хотя, куда я от тебя оденусь? Конечно, все будет продолжаться. Значит, совершенно очевидно. Джон, вот, собственно, вы Джон Шемякин. У вас интереснейшая семейная история, которую можно разыскать довольно легко в интернете. Семейная история дикая, дичайшая. Потому что одна из моих голубых мечт – это послать в Академию наук, Академию Де Сианса, для меня есть некий образ такой, да, послать в Академию Де Сианс свой какой-нибудь материал генетический, ну, какой-нибудь наиболее безобидный. Сейчас это легко делается. Да, да, да. Потому что мне очень интересно. Меня можно совершенно четко использовать для развлечения, ареста и сжигания всех шарлатанов на генетической арене. Потому что прадед мой, ну, если я повернусь в профиль, да хотя, что там, он у меня негроид. Вот. Отец у меня стопроцентный рыжий шотландец с 12 века, так сказать, проживающий там. Бабушка моя, наполовину мордовка, наполовину павловская немка, которая вышла замуж за баньжурского члена коммунистической партии, моего деда. Вот. Родился я, но я не останавливаюсь. Я не останавливаюсь, потому что сейчас подрастает, я считаю, генетическая угроза всего человечества. Моему сыну уже 20 лет практически скоро. Его матушка западная украинка. И у него роман с девушкой, которую мы деликатно обозначим как Ближневосточный. Так, это действительно, да. Это мой генетический угроз, действительно. Вы понимаете, в чем дело? И вот когда все это произойдет, я наконец-то за своей спиной перепончатые крылья свои разверну и скажу, не мните мне, я Архангел Гавриил, вот тогда, пожалуй, все станет ясно с моей родословием. Но у вас же... кто вас негрот-то? Как он сюда попал? Как говорила моя прабабка, у меня была одна любовь на всю жизнь, морячки. То есть, откуда? Но это с отцовской ведь страны, нет? Нет, это все с материнцей. С отцовской там сугубый... Только шотландцы. Там сугубый шотландский, он даже не протестантизм, это шотландский католицизм. Это особая совершенно категория людей, которые... А вы разыскали своих шотландских родственников, когда вам сколько было? Я... ну, меня посадили на поротую... значит, на поротые... Меня посадили лет 7 и сказали, что вот тут такое дело. Вот, потому что папа-полярник, эта легенда стала давать трещины. Вот, а мой сосед, бесполезный Федюнин, вот, мы же с ним с детсадовского возраста вместе. Вот, а он в это время меня подбивал к идее о том, что у меня папа точно такой же, как и вся его родня. А вся родня Кеши Федюнина, она по... по Солонь, а иногда и против Солонь, то по Солнцу, то против Солнца, она шла по лагерям. То есть собраться за одним столом в семье Кеши Федюнина было очень тяжело, потому что выпускали папу, вот, брали маму на проходной. Мама выходила по амнистии, посвященной 40-летию Победы, брали дедушку в автобусе 20-го маршрута на кармане. Бабушка, значит, там тоже что-то там такое дело. Дядю я вообще не видел, кроме фотографии на стене. И именно Федюнин подсказал мне идею, Джо, ну, перестань, ну, сидит твой папа, сидит. Я тебе говорю, совершенно серьезно. Я пришел к бабушке, потому что меня там воспитывала бабушка. Я говорю, бабушка, давай-ка статья, срок, все как полагается, вот, методы воздействия, сотрудничает ли с администрацией, будут ли свиданки и так далее. И мне бабушка сказала, что вот мой отец шотландец и так далее, и так далее. Мама в это время жила в Германии, но она скоро вернулась и тоже подтвердила, значит, все это дело. И вот тут началась, что называется, моя взрослая жизнь. Не потому что, ах, шотландец, ах, то-сё. Чихать я на все это хотел. Потому что с самого начала, когда ребенка называют Джоном, вот лучше бы, если бы ребенку сразу отрезали бы ножки, дали бы тележку с подшипниками, и он бы катался бы по Сызранской станции и пел бы жалостливые песни, для которых я большой охотник. И все было бы нормально. А когда мальчика зовут Джон, мальчик обладает нестандартной внешностью, это сейчас я как-то что-то пытаюсь с собой сделать. А когда я был маленький, врачи кричали, стреляйте в него, пока он не шевелится. Вот, потому что это такое дело. Ну вот, потому что вот такие вот губы, понимаете, вот волосы, вот всё вот так, и вдобавок ко всему зрение довольно быстро стало портиться, и у меня были очки политического обозревателя Зорина. То есть три пальца и изолента. Вот так. Вот. И я стал зарабатывать деньги разными доступными способами. Как только я стал зарабатывать деньги, вот тогда я стал искать шотландскую семью. И нашли. И нашел. Вот мы, собственно, хотели вас уже как историка спросить, потому что есть такая тема, иностранец в России. Вот. Вы русский человек, потому что вы русский писатель. Абсолютно. Абсолютно русский человек. Тем не менее. Называйте меня писателя, мне всегда хочется сделать книг сону. Да делайте сколько угодно. Ну хорошо, я очень люблю, как вы пишете. Мне как вас называть? Джон? Да. Но вы при этом как бы вот этот вот самый иностранец в России. У нас есть несколько таких архетипических, то есть не архетипических, но любимых, излюбленных сюжетов про иностранца в России. Там больше всего интеллигенция любит возиться с Кюстином. Да, интеллигенция очень любит Кюстина, потому что Кюстин очень льстит интеллигенции. Кюстин мне не нравится, потому что это чрезвычайно льстивый писатель. Чрезвычайно льстивый писатель. Чрезвычайно. Вот он написал про испанцев. Испанцы ленивые и дураки. А власти у них ничего. Пытаются с ними что-то сделать. А о русских он написал. Народ-то, в общем, всем хорош. А вот власти-то, а уж интеллигенция-то российская, это же вообще муа. Вот. И тут-то, а ведь началась очень интересная борьба. Три года заседала комиссия, как нам ответить Кюстину. Там же там чего только не было. Одних дарственных царственных персней по Франции разослали штук пять. Писали, опровержение Кюстину на французском языке писали парикмахеры, повара. Кто только не писал. Вот. Я не понимал, я не понимал, зачем. Вот для чего. Ну как, а вот сейчас канал Russia Today. Это же, в принципе, тот же принцип. Несмотря на все то, что происходит здесь. И все то, что нам так родное и понятное, наши ужасы. Но на Запад, Запад, это же, в принципе, другая планета. Туда должны посылаться специальные сигналы. Но вот раньше персни и доклады, а сейчас, значит, канал Russia Today. И задача создать образ России. То есть он сам не создастся. Его надо создать. Создавать образ России можно огромным количеством путей. Самый простой путь был избран на ежегородской, ежегородской, ежегодной, макарьевской ярмарке. Когда пьяные лилипуты на ходулях, медведи, медовуха, цыгане, альбомы с проститутками, вот, цирк Шапито, вот, пьяный купец, значит, со сбитым на бекрень, за все плачу, ширь удалая песнь и в то же время благотворительность и так далее. На самом деле, если говорить, вот передо мной поставили задачу создать образ России. Вот, 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 Россия. Россия, могу сказать, вот сейчас совершенно серьезная. Тут я не оригинален, я повторяю, академика Милова, конечно, в первую очередь. Вот, я задумался в свое время, а вот на чем это все было построено, вот, до этих самых пресловутых углеводов-то? Ну, понятно, крестьян там били, мучили, терзали, там, это понятно, господи, боже мой. А вот на чем же все это было воздвигнуто? Это Петербург с его Исаакия, Москва, железные дороги. Не попутно, но тем не менее, мировая русская литература весьма прилична в уровне. Вот на чем она, что она имеет в фундаменте? А в фундаменте она имеет 60 сантиметров неплодородного слоя земли центральной России. Все. Русские, им очень нравится, я говорю русские, россияне, потому что я считаю себя русским человеком, конечно. Русским и россияне им очень нравится наговаривать на себя всякую несусветицу. Почему? Хочется, чтобы пожалели, хочется, чтобы переубедили. Они переубеждают. И вот тут вот как-то становится немного обидно. 60 сантиметров какой-то там подзолистой почвы, какие-то наделы, наделы маленькие, что творилось в деревнях, это не в сказке сказгане, не пером описать. Я не буду сейчас же выписать все эти ужасы. Представьте себе русскую избу, в которой живет 4-5 поколений. Вот просто такой момент, как секс в такой избе. Ну вот просто, да. Я уж не говорю там, кто лежит за печкой, кто под печкой, общая санитария. Россия занимала первое место по бытовому сифилису очень долгое время в мире. Не потому, что мы были такие распущенные и, что называется, ля-ля, бытовому. То, чего вообще, так сказать, Европа уже и не знала. Просто отсутствие каких-то гигиенических соображений. И вот эти вот маленькие наделы, человек пашет в зону гиперрискованного землезелия, урожай там сам 2, сам 3, сам 4, вырастет, не вырастет, гигантский вопрос. Взрастет, не взрастет, гигантский вопрос. И вот человек с мешка муки получает, в лучшем случае, 5 мешков муки, из которых он должен, я очень огрубляю сейчас, мешок отдать землевладельцу и душевладельцу, мешок фактически отдать государству, на 2 мешка что-то сеять и на этот самый мешок жить каким-то макаром. Я просто когда стал заниматься психологией крестьян, которые переселялись из Владимира, понимаете, из-под Пско, из-под Новгорода, вот где совсем были болоты и вообще и край, графа Рокчеев и всякая такая прочая штука. Мне очень нравится трогательная черта. Граф Рокчеев велел строить у себя в парке развалины романтические. Потому что так надо. И вот люди начинали осваивать вот то, что я называю по Волжью, это абсолютнейший, и я готов за это биться и доказать, это абсолютнейший клондайк. Вот со всеми Джек-Лондоновскими персонажами, типами, нравами, поведением, психологическими изменениями. Как менялся крестьянин откуда-то из-под Пензы, когда он получал землю на юге Самарской губернии. Что с ним происходило? Вплоть до, ну, фактического сумасшедствия. Просто от того, что... Растет. Вот это мое... Ну, трехполье уже не нужно, уже не нужно никаких там паров, не нужно перепахивать, не надо то-сё, не надо там возиться с надеждой, будет или не будет. Будет. Гарантия будет. Будет. Это действительно сумасшествие? Ну, я боюсь сказать, что там вся деревня сходила с ума, но огромное количество сектантов, да, безусловно. Это отсюда, да? Во многом отсюда, потому что, кроме как от Боженьки, такого случиться не могло, конечно. Скажите, а вот, ну, все мы помним вот этот сюжет, богучаровские мужики в войне и мире. Помните, между ними было такое движение переселения на теплые реки в своё время. Это имеется в виду, куда они собирались двигаться? Это была прекрасная мечта, она очень похожа у Чехова, помните, и подписал книжку Монтигома из Требинной Кокути. Вот. Это была мечта. Все бежали, все бежали, понимаете? Мои любимые немцы, вот как бы, вот, корабль дураков. Я очень долго думал, что это такая метафора, очень часто её использовал. Совершенно обычные барки вдоль Рейна ловили всех, так сказать, людей, которых считали не очень адекватными, баграми запихивали их на это и с криком «Я люблю тебя, Михель!» значит, отправляли на север, ну, в паломничество. По дороге, конечно, эти барки приставали, кто-то разбегался, кто-то, наоборот, сбегался. В конце концов, они там доплывали, 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 и доплывали они до Голландии. И Голландия их адаптировала. Вот эти все земляные работы, которые голландцы проводили, это всё проводилось в основном вот этими людьми, которые, так сказать, считались дураками, идиотами, совершенно никчемными персонажами. у них была цель, они доплыли. Так, и у нас так же было? И у нас так же было, только у нас это произошло, ну, по историческим меркам, чрезвычайно поздно. Ага. Слушайте, а вы империалист, Джон? Ой, 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 понимаете, я могу вам сказать одно. Когда я слышу империя, я вижу орла, венок, восходящие ступени, факелы, девы, любая империя копирует Рим, девы, то, сё, пятое, десятое, ни одного пандуса для инвалидов. Как только империя создаст пандусы для инвалидов, как только инвалидов перестанут прятать, сбрасывать со скалы, прятать, объявлять на народных судах вот, профсоюзными организациями и так далее, конечно, я тут же стану во главе когорта. Понимаете, я лучше пытаюсь понять, вот с одной стороны, вы действительно глубоко русский человек, с другой стороны, все равно вы, конечно, Джон и иностранец, потому что тот образ России, который встает в ваших рассказах, неважно, исторических или современных, он какой-то такой величественный, какого как-то я больше ни у кого не видела. Ну, потому что как? Ну, какой-то очень величественный, как это вот... Вы знаете, я могу вам сказать следующее. Человек был сформирован таким образом, что этот человек совершил за 20 век невозможное. Сейчас ведь очень хорошо сидеть на лавочке и скрипеть на тему всеобщего, так сказать, деграданса, упадка, всеобщего такого, понимаете, какого-то... Как-то нам, как-то нехорошо, как-то нам очень... И так далее. Открываешь Чехова, рассказ истерики, если я не ошибаюсь, слово в слово. Открываешь еще более ранние произведения, слово в слово. И так далее, и так далее. Город Царицын. 80-е годы 19 века. Население 5000 человек. Из каких-то, понимаете, достопримечательностей, о которых помнили, прибитая дохлая корова к левому берегу. Вот. Вот жетуха такая. За 20 лет население Царицына увеличилось 14 раз. Были построены оружейные заводы в Викерсе, были построены французами два металлургических завода, работали русские. Вот. И была построена инфраструктура, и так далее, и так далее. Я не о том, что как хорошо, когда к нам придет капитал, и так далее, и так далее. Все имеет свои плюсы и минусы, и капитал тоже очень разный. Но более, могу сказать, совершенно четко, более трудолюбивого человека, чем русского, я назову, пожалуй, едва ли. Только мы должны совершенно четко понять, что бывает, воздержусь от этого определения, бывают разные трудолюбия. бывают трудолюбия на фоне, ну, в качестве образа, ну, что-нибудь такое, Люксембургский сад, вот, зонтик, он и она, статуя Минервы, и вот они, вот такое трудолюбие бывает. А есть русское трудолюбие. Вот когда вот гравий на семь верст вверх, вот, когда, понимаете, когда он ее обнимает, ты любишь меня, Зинаида, и рвет рычаг. Зинаида. 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 Тот героический образ русского человека, я его просто не встречала, я уже, я уже даже не знаю, у кого я его, собственно, встречала. Да поймите, что, ну, вот как вам сказать, к нам приезжают, нас стыдят, я вот сейчас опять разверну какие-то знамена, и любой в ваших глазах по отношению ко мне потухнет. Нет, совершенно, ну что вы. Понимаете, в чем дело? Банальные вещи буду говорить, меня за это будут ругать и стыдить, но тем не менее. Вот скажите, пожалуйста, ну, просто для сравнения, Наполеон Бонапарт в 1812 году в июне переходит Неман. В 44-м году, в 41-м году, в июне, там разница несколько дней, Адольф Гитлер переходит границы Советского Союза, примерно в том же направлении. Москва была сдана уже в начале сентября, в 12-м году. Русские Москву не сдали. Вот при всех этих ужасах, которые все были пережиты, я читаю сейчас воспоминания уцелевших русских о пожаре в Москве. Вот Герберт Уэллс, «Война миров». Один в один. Найдите 10 отличий. Война миров. Так вот, если мы говорим про величие России 20-го века, Россия, она не страна, она материк, но это совершенно понятно, для меня, во всяком случае. В России всего намешано, Россия, она переварит и сымитирует все. В этом ее величие и бессмертие. Если говорить совершенно серьезно. Россия имитировала все. Ну, собственно говоря, она издачу Москвы в некотором смысле имитировала. Имитировала. Да. Русские потрясающие актеры, потрясающие имитаторы. Вы же были еще историком, предпринимателем, еще вы были замглавой администрации? Да, я был замглавой администрации города Самары. Ну, то, что в народе ласково называлось вице-мэр, да. Ну, так. Мне исполнилось 20 лет, это было самое время стать, так я понимаете, нормальной вице-мэром. Конечно, вице-мэром я был очень, нет, ну, 3 или 4 года. я... Давили народ-то, душили? Вы знаете, я был чиновником по особым поручениям. Вот если совсем по-честному, обо мне писали... Фондурин, кстати. Обо мне писали о том, о сём, где, где, какое неполадок, где, какое, что случилось, тут же туда скачу я и путём не всякого сомнения... Недюжного обаяния. Вот, пытаюсь как-то вырвать у старушки заряженное ружьё. Расскажите про ваше самое экзотическое занятие. Самое экзотическое занятие? Самым богатым человеком я был, когда принимал пустые бутылки. На углу, ну, все самарцы этот угол знают, на углу улицы Челюскинцев и Новосадовой. Это был 88-й год, я был студентом, ленинским стипендиантом. У меня уже жена подавала недвусмысленные знаки о прибавлении семейства. Жить негде, есть негде, нечего, вернее, да и негде тоже. Спим на полу, вот, и так далее. И я пошёл принимать пустые бутылки, вот, фонарь на ветру так у-у-у-у-у. На мне тулуп, тут, значит, это самое, специфик, а самое главное, что этот район, он в Самаре всегда назывался гетто, потому что там жила научно-техническая интеллигенция, которая приносила свои, свою пустую тару, вот, и там же были рассказы, споры, цитаты из огонька, всё такое прочее. Я в конце концов, значит, мятым веником разгонял там группу непримиримой оппозиции, завёл себе, завёл себе вот такую лупу специально, говорит, а это у вас товарищ академик скол, он смотрит туда, а в эту лупу видны палочки коха, понимаете, в чём дело? Не то, что скол там какой-то, видно всё. И вот это, и это, это моя была... Подождите, вы говорили, что вы были импрессори у колдунья. У колдунья, да. Именно там я с ней познакомился. Ко мне подошла женщина и поцеловала меня. И не могу сказать, что это меня очень сильно шокировало, потому что каких только идиоток я в своей жизни не перевидал. Она сказала, что видит во мне что-то такое, я с ней познакомился. Вот, Зоя удивительная женщина с очень хорошей судьбой запускала, между прочим, самолёты, не самолёты, запускала восходы, востоки, прогрессы, в общем, всё. Как запускала? У нас в городе ЦСКБ прогресс. Все ракеты, которые запускают в небушко наши спутники, они все сделаны в нашем городе. И она там работала. Она была колдунья. Она была колдунья. Трудно сказать. То ли надышалась топливом, то ли природные задатки дались, то ли ещё что-то. В общем, она решила с этим всем, значит, вот. Это и пойти цинклистовать. И я стал собирать битковые аншлаги в промёрзших домах культуры по исцелению народа буквально от всего. За два года до Кашпировского я лечил людей от болезней, в котором, может быть, ещё и название это пока не придумали. Но люди становились лучше. Это было совершенно... Вот. А сгубила её любовь. Как всегда. Как всегда. Она полюбила водителя Серёжу. Вот. И водитель Серёжа сказал, что бросай всё это дело, давай начинать новую жизнь. Для начала оба отсидели. Он два года, она три года. Ждали друг другу, письма писали, я передачи пересылал. Теперь живут нормальной семьёй за городом. К ним приезжал, посмотрел, Мисюсь, где ты. Слушайте, блестяще. Спасибо вам большое, Джон Александрович. Это наслаждение это всё слушать. Приезжайте к нам ещё. Господи, боже мой. Спасибо вам огромное. Наговорил всякую ерунду. Стыдно. Ужас. Ну, честно говоря, удивительное ощущение, чувствуешь себя полным дураком, но очаровательные ведущие поддерживают тебя в трудную минуту и иногда думаешь, мать честная, да вроде нормальный человек и говоришь иногда довольно связанные вещи. На самом деле, огромное спасибо всем создателям этой программы, что, во-первых, пригласили меня, во-вторых, так любезно выслушали мои сбивчивые речи, а в-третьих, что я могу сказать, не так много осталось здравых людей, которых интересно слушать. И здесь я в основном не про себя говорю, а про участников и аудиторию замечательной программы «Школа злословия». Огромное вам всем спасибо и в первую очередь вам огромное спасибо. Можно я вам похлопаю. Все? «Школа злословия» «Школа злословия» «Школа злословия» «Школа злословия» «Школа злословия»» «Школа злословия» Продолжение следует...